Добрый день! Всем привет! Дорогие организаторы, скажите, пожалуйста, что у нас с презентацией? Будет ли она нам? Очень хочется картиночек. У меня был на них план. О, класс! Все, отлично. Вы же понимаете, что человек, тема выступления которого, как рассказывать историю по плану, он двигается по плану. И если с планом что-то идет не так, то, собственно, с выступлением тоже мгновенно что-то идет не так. При этом я знаю, что большинство моих клиентов, и я думаю, что большинство из вас, планы не любят. И если у вас слово план ассоциируется со школой, с сочинениями, где вы писали там вступление, заключение и так далее, то вряд ли вы хорошо относитесь к идее рассказывать историю по плану. Ну, казалось бы, где история, вот это вдохновение, драйв, красиво, и прочувствия, и все, что вам уже полтора дня рассказывают спикеры. И где вот эта скучная, математическая, занудная штука, план, которая требует там как-то внутри логически что-то расположить. В общем, если план, все эти мысли о героях и антигероях, арках и сюжетах вызывают у вас сопротивление и абсолютно ничего не объясняют, что делать с этими историями, то вам сюда. Если вам отлично и комфортно с планами и сюжетами, то, ну, есть шанс, что вы не узнаете ничего нового. Возможно, так тоже произойдет. Для того, чтобы вам было максимально интересно и для того, чтобы в любом случае, вне зависимости от того, что вы любите планы или нет, это было полезно, пожалуйста, задавайте вопросы, не ждите, пока я договорю, закончу и так далее, пишите их в чат. Я смотрю за чатом и с удовольствием, собственно, буду включаться. Так, вот теперь я еще хочу научиться общаться со всеми этими удивительными слайдами. Я поняла, что это не так просто. Ага, окей. Значит, до того, как я начну рассказывать про то, что такое планы, как они выглядят, как они строятся и так далее, я скажу пару слов о себе. Значит, меня зовут Майя Богданова, я копирайтер, экс-журналист, наверное, уже скорее экс, я сейчас реже пишу в СМИ, и руководитель школы контентов. У нас в школе учатся предприниматели, учатся копирайтеры, учатся все те люди, которым по каким-то причинам нужно писать тексты о себе. Ну и, естественно, я сама работаю тоже с клиентами и пишу для них тексты, потому что, если не писать, то не очень понятно, как развиваться, как чему-то людей учить, если ты этого не делаешь сам. В общем, у меня похожий бэкграунд на историю, которую рассказывала сейчас Лена Асанова, я пришла в это все, да, из журналистики, и поэтому мне тоже всегда было интересно, как сделать так, чтобы читать его. В первую очередь было интересно. И именно поэтому, возможно, я люблю планы, потому что они помогают формировать ожидания читателя. Они помогают ему продвигаться внутри текста, потому что очень часто, когда мы рассказываем истории, которые нам важны, которые нам интересны, которые мы ощущаем как свои, там есть столько всего, что мы хотим сказать. Вот тут, не знаю, я работаю, например, с компаниями, риэлторами и застройщиками довольно много. Собственно, мой родной рынок недвижимости, я 12 лет о нем писала как журналист. Да, и вот мы хотим рассказать и о том, как мы придумали проект, и о том, как мы его реализуем, и о том, какие у нас партнеры, и о том, какие у нас материалы. И это всего так много, что в итоге оно превращается в такой плохо читаемый клубок. И план, и структура, и, собственно, сюжет, да, это то, что помогает нам навести порядок в первую очередь в своем внутреннем мире и разложить все как-то довольно системно, и понять, как мы будем двигаться, а, во-вторых, помочь читателю как-то его немножечко сориентировать. Потому что, в общем, Борфис говорил нам, что всего 4 сюжета есть в мире, да, Кристофер Букер, на который я опираюсь вот в сегодняшней презентации, говорит нам, что есть 7 сюжетов, Польза предлагает нам 36, но так или иначе мы, в общем, все с вами рассказываем одни и те же истории, и, возможно, в сегодняшних сюжетах, про которые я хочу вам рассказать, вы отчасти узнаете те истории, которые вы уже рассказывали. Так, сейчас я еще раз буду мучиться с кнопочками. Итак, да, мы с вами решили, что есть несколько задач, которые помогают нам решать сюжет. Из внутреннего хаоса идей сделать структуру, сформировать ожидания читателя, а еще иногда он нам просто помогает выйти из тупика. Особенно, когда мы пишем большие формы, то есть не пост в Facebook или пост в Instagram на несколько абзацев, тут довольно сложно все-таки зайти в тупик. А когда вы пишете статью в серьезное издание, когда вы пишете книгу, когда вы рассказываете какую-то большую историю о проекте, в какой-то момент вам кажется, что вы уже все сказали. Или наоборот, что вы уже много сказали, но сказать нужно еще так много, что не очень понятно, как разрулить этот конфликт. Вот я сейчас пишу книжку для издательства Альпина, и вчера обнаружила, что написала уже 100 тысяч знаков. Вернулась к плану, поняла, что это четверть объема. Собственно, план организует меня, да, и помогает мне выходить из тупиков, когда они случаются. И люди любят, когда им интересно. А сюжеты помогают нам с вами делать так, чтобы им было интересно, делать так, чтобы удерживать их внимание. Не получают слишком много информации, поэтому если мы можем сделать что-то дополнительное для того, чтобы удержать их внимание, то это стоит сделать. И я покажу пример того, как я рассказываю историю, вот на практическом примере. Однажды я захотела прилететь в Америку, и мы придумали тренинг с моей партнершей, с Инесси Саук, которая руководит туристическим агентством, и решили, что этот тренинг мы проведем в Америке, в офисах Фейсбука, Гугла, TripAdvisor, и стали всем, собственно, друзьям и знакомым этот тренинг предлагать. И обнаружили, что никто не горит желанием к нам присоединяться и немедленно, значит, ехать с нами в Америку, в Фейсбук и Гугл. И совершенно, в общем, как-то эта идея людей не зажигает. Мы написали в Фейсбуке, мы сделали какой-то ивент оффлайновый, мы сделали что-то еще, и, в общем, ничего не происходило. И тогда я написала статью про то, почему я люблю вкладывать деньги в обучение, почему мне кажется важным вкладывать деньги в обучение, про то, сколько я инвестировала в разные учебы в разных странах, и какие результаты я от этого получила. И я публиковала эту статью на СНОБЕ, и, собственно, с одной публикацией, кроме того, что мы набрали, по-моему, там 150 тысяч просмотров, я не помню уже, если честно, сколько там было, можно посмотреть у меня в блоге, мы, собственно, закрыли все 25 мест на этом тренинге. Потому что люди нашли ценности, которые им были созвучны, им тоже хотелось вкладывать не только в предметы первой необходимости, но и в свое образование, в свое развитие. Им тоже хотелось получать классные результаты и чувствовать себя классными. Им хотелось просто присоединиться к нашей истории, потому что она показалась им обаятельной. Вот. Это вполне архетипичный сюжет про ожидание драконов, битву и результат, да, и теперь вы видите, как он устроен, как он лежит внутри истории. То есть я думаю, что если я сейчас спрошу вас, в каком месте было ожидание, кто драконы, где битва и в чем победа, вы легко ответите на эти вопросы. Вот. И, собственно, так и выглядят истории, да. Мы их рассказываем, а там где-то в основе лежат такие вот совершенно базовые штуки. И, собственно, мои любимые сюжеты, которые вы можете найти в книге Кристофера Букера и разобраться с ними чуть подробнее. И то, как я их вижу применительно к бизнесу. Во-первых, да, тут есть такое деление на слайдах, на которое вы можете обратить внимание, что мы можем историю рассказывать через себя, то есть руководителя бизнеса или представителя бизнеса, да, сотрудника, топ-менеджера. Либо мы можем рассказывать клиентскую историю. Соответственно, история «Из грязи в князи» — это сюжет про то, как меняется главный герой. Да, Золушка превращается в принцессу, Свинопас превращается в принца, солдат становится королем. Очень понятно, да, если помните, там, цитату в «Красотке», да, ну, были же, были же такие истории. Какие такие истории? Да ты же, факин, мать ее, Синдерелла! Вот это оно, да, это история про Золушку, вот эти истории. Как мы их рассказываем про клиента? Когда мы показываем клиента сначала с той проблемой, с которой он к нам пришел, с той задачей, с которой он к нам пришел, рассказываем, как мы ее решали, и показываем результат, да. Собственно, когда вы видите в Инстаграме все эти фоточки до и после, которые публикуют парикмахеры, маникюрщицы, это оно, это сюжет «Из грязи в князи». Вот была такая седая некрасивая тетенька, а вот она же с прекрасной, значит, стрижкой, закрашенным пропором, и все у нее чудесно в жизни. А вот там ужасные какие-нибудь, не знаю, вкусные ногти подростка, и вот ее же прекрасные ухоженные ручки. Это оно, да. И, конечно же, мы можем через эту же призму рассказывать свою историю, например, свою историю развития. Когда я рассказывала про то, как я, например, училась в школе редакторов Максима Ильяхова, это была похожая история. Я пришла к ним в надежде на трудоустройство в конце и абсолютно, ну, такая разбалансированная с пониманием, что я ничего не понимаю, как вообще устроен современный мир и устроены современные тексты. И через год ушла от них с пониманием того, что не просто знаю, не просто мне не нужно их трудоустройство, а с огромным количеством, ну, клиентской практики, которую я собрала за этот год, перестроила ее и начала активно работать. Вот она, моя история, да, вот, собственно, моя история развития. Так ее можно рассказывать. Можно рассказывать по-другому. И сейчас мы посмотрим на другие сюжеты. Еще один такой классный осадок репости. Я думаю, что всем вспоминается сразу же там трое и какие-нибудь такие сюжеты, но точно так же мы можем применять их в своей жизни, и применять к своему бизнесу. Обычно это история, когда вы раз за разом делаете попытку и не получаете результаты. История про изобретение там израильскими учеными антираковые вакцины для лечения опухоли мозга. Вот вчера буквально в Рамбове они презентовали новую вакцину, которая вроде как лечит там одну из разновидностей опухоли мозга. Это история про осаду крепости. Мы пробовали так, пробовали так, пробовали так, не получалось, и вот, наконец, мы нашли вот какое решение. Оно привело нас к результату, да. Это история собственная. И точно так же может быть история про клиента, для которого вы решаете какую-то конкретную задачу. Да, там, например, мы рассказывали историю про салон, который занимался обтягиванием автомобильных салонов, рулей, там, кресел и всего-всего, что есть внутри автомобильного салона, кожей. И они никак не могли угодить одному клиенту. Они сделали, он нашел там какой-то брак, какой-то мелкий шовчик, который разошелся. Они сделали еще кусок работы, он опять, ему там что-то не понравилось. И в итоге они мало того, что сделали идеальную работу, они еще поняли, ну, как они могут работать по другой технологии, поблагодарили его, сделали ему там какой-то подарок, и он стал амбассадором их бренда, который их все время рекомендует. И они сами вышли на новый уровень работы по качеству. И то, что вот они как клиенты не побоялись рассказывать эту историю не только о победах и успешном успехе, как все это любят, но и о том, как они облажались, в общем-то, да, как они не могли сначала удовлетворить этого взыскательного клиента, очень классно на самом деле сработало на их репутацию, на их открытость, на доверие им и на желание с этой компанией общаться и работать. Вот один из там текстов, который тоже мы в команде делали. История такая тоже архетипическая про путешествия, да, путешествия там Одиссея, путешествия Нильса с дикими гусями, путешествия Купса за три моря, из которого он привозит маленький цветочек. Сюжетов много, и снова мы можем их брать себе и использовать, потому что самое главное, что внутри этой истории что-то происходит там, да, не здесь, а вот там, и что иногда решение нашей задачи находится не близко к нам, а находится где-то в другом месте, и нам нужно добраться в него. И тогда смысл этой истории в том, как мы до этого решения добираемся. Самое главное не превращать это в реальное путешествие и колонку тревел-блогера. Потому что самые страшные тексты, которые я видела, ну, не самые ноги, а одни из самых скучных текстов, это когда люди пытаются стать тревел-блогерами и начать рассказывать истории. И они говорят, мы вышли из дома и вызвали такое-то такси, и поехали в аэропорт, и там мы ждали самолет, и вот фоточка, мы поели в кафе, и вот фоточка, мы, значит, сели в самолет, а потом мы выгрузились из самолета и поехали в отель. Ну, и вот эта вся история, она никого не интересует на самом деле. То есть интересуют все интересные точки, да. Почему этот отель, а что в нем особенного, а что крутого вот в этой дороге, а почему вы выбрали вот такое путешествие. И когда вы выбрали для своего читателя рэперные точки, самые интересные, самые классные, и проводите его по этим точкам, тогда, собственно, и начинает складываться история, когда есть совершенно четкие лекаря, за которые можно зацепиться вниманием. Эта история про смерть Бога, она может быть воспринята по-разному. Она где-то называется самоубийство Бога, где-то она называется смерть Бога, где-то она называется воскресение Бога. Она существует практически во всех классификациях сюжетов, и, соответственно, но при этом у разных авторов она по-разному раскрывается. Для меня, если мы смотрим на бизнес, да, если мы смотрим, опять-таки, на бизнес-задачи, это история про фейлы и про потери, которые мы не боимся признавать, ну, отчасти так же, как осаду крепости. Но осаду крепости мы в итоге все равно выводим на триумфально победительную историю про то, как все было круто, и про то, какие мы молодцы, и благодаря этому смогли выйти на новый уровень. А смерть Бога – это история, которую мы не боимся рассказывать, когда мы еще не триумфаторим, или когда-то в конце этой истории вообще не будет триумфа. Если вы вспомните книжку, если вдруг вы ее читали, «Ботаники тоже делают бизнес», то вот это та самая история, когда Овчинников создает бизнес, создает книжный магазин, делает попытку за попыткой создать бизнес, и он разваливается, и в конечном итоге он просто уезжает из своего города с двумя «бы», и, собственно, это ничем не помогает. Слушайте, да, к сожалению, у меня в подъезде решили прямо сейчас начать разбирать пол. Я даже до мероприятия часто сходила с ними, поговорила на своих зачатках ивритах, и они мне обещали полчаса перерыва, но вот у меня осталось пять минут, и, видимо, они решили, что, в общем, мне достаточно этого перерыва. И это тоже история, да, про то, что ты готовишься, ты собираешься провести классную презентацию, ты готовишь ее, отверстаешь ее, а потом у тебя именно в этот день арабские строители начинают разбирать пол в подъезде. И все, что ты можешь сделать, это прийти к ним и сказать «слыхаешь, арабсака!» Ну и вот, собственно, да, вот это то, что у нас есть. Но они даже не соседи, они просто арабы. Вот. И на самом деле, да, это могла бы быть история про смерть Бога, это могла бы быть история фейла. Я могла бы написать Артему, что «нет, я сегодня не могу, все ужасно», да, и отменить выступление. Это могла бы быть история про саду крепости, если бы я пыталась решить эту задачу разными способами. Поговорить с соседями, поехать к подружке, сесть в кафе. Это могла бы быть история про путешествия, в которой я расскажу, как я уехала в другое место, чтобы не участвовать, да, в конференции с дрелью на фоне. Но в итоге, вот, собственно, есть то, что есть, да, и каждую историю мы можем протаскивать через разные сюжеты и смотреть, какую из них нам интереснее всего рассказать. Самое главное, чтобы в этих историях были реальные герои, чтобы в них было кому сопереживать и кому сочувствовать. Потому что в любом случае читатель не читает историю о вашей компании, о том, какие вы крутые, ему неинтересно. Но он читает историю, например, мегафона про то, как они под рекой протянули кабель для того, чтобы, ну, некоторому району в Сибири дать возможность связи, потому что это история про людей, которые придумали это решение, которые реализовали это решение и которые справились вот с этой нерешаемой проблемой, которую там они долгое время не могли решить, да. Когда там вы рассказываете свои истории, то тоже людям интересно не то, какие прекрасные сумки вы шьете, не то, какой вы потрясающий психолог или какие у вас крутые онлайн-курсы. Людям интересно, как вы справляетесь с любой ситуацией, в которую вы попадаете. Я помню, что в какой-то момент я жила на даче и подсела на полезное питание. И я резала салат и написала об этом в Фейсбуке. Я просто рассказала о том, что вот я там резала огурцы, помидоры кубиками, и вот они пахли так-то, и я их положила, значит, вот в такую салатовую миску и поставила вот на такой зеленый деревянный стол и ждала гостей. И потом долгое время, месяца, наверное, три люди приходили ко мне на курс и говорили, вы знаете, мы пришли на ваш салат. Потому что когда мы прочитали текст про салат, мы поняли, что вы живая, и с вами можно разговаривать про тексты, про ошибки, про то, что мне страшно публиковаться, про страх белого листа, и, ну, в общем, вы меня не убьете. И вот, собственно, эта история, да, когда вы делаете себя более видимыми, более осязаемыми, более живыми, более доступными, и, по сути, с помощью истории сокращаете дистанцию между собой и потенциальным клиентом. Еще один сюжет, да, который, собственно, о преодолении монстра. Ну вот если бы мне удалось сегодня сделать так, чтобы они все-таки на полчаса сделали перерыв, это был бы сюжет о преодолении монстра. Ну, мне не удалось, поэтому у меня монстр такой, все еще написающий над нами в кадре. Но при этом то, что я, да, делаю эту историю частью нашего с вами общения, частью презентации, я не пытаюсь ее игнорировать, я не пытаюсь ее замолчать, я не пытаюсь за нее там извиняться, да, я привожу этого монстра прямо в пространство нашей коммуникации, мы смотрим на него, и он уже становится не таким опасным, и он уже не сводит нас с ума. Это, ну, как бы не страшный дракон. И это, кстати, наверное, один из самых эффективных приемов в истории, когда вы берете все потаенные мысли, страхи, какие-то желания, про которые ваша аудитория, может быть, боится говорить, и приносите их в текст и показываете. Вот так выглядит Кощей, вот так выглядит там Соловей-разбойник, вот так выглядит Баба-яга. Смотри, мы знаем, что с ними делать, мы умеем с этим обращаться. И если ты идешь с нами, то тебе не страшно, мы держим тебя за руку, и ты в безопасности. Собственно, в основе всех этих сюжетов, говорит нам Букер, и, собственно, я ему оба след, лежит мета-сюжет, да, один большой сюжет, который раскрывается разными способами, в котором есть ожидания, мечтания, крушения и, собственно, разрешение проблем. Но вот еще раз, в моих историях, которые, например, я рассказываю с своими клиентами, далеко не всегда все так аккуратненько. То есть точно совершенно будут какие-то ожидания, да, что-то, с чем мы подошли к ситуации. Точно совершенно будет, ну, какой-то идеальный такой образ, место, куда мы хотели попасть. Это, собственно, способ ограничить маршрутную карту вашего текста, создать вот эту точку А, точку Б, точка А, то есть, чего мы начинаем, точка Б, то, куда мы хотим попасть. И будут какие-то сложности внутри, которые мы пытаемся решить. Возможно, мы их решим в итоге, возможно, нет. И тогда обратимся к читателям, приглашая их участвовать в том, что мы делаем. Если вы были когда-нибудь на шоу Полунина, то вы знаете, что там нет как таковой сцены. Они кидают мячики в зал, они кидают бумажки, они запускают снегопад, они брызгаются водой, они разрушают вот эту так называемую, да, третью стену между сценой и зрительным залом. И я приглашаю вас, если вы делаете истории, если вы пишете истории, делать то, что делает Полунин на сцене, разрушать вот эту стену между собой и читателями, приглашать их в текст, видеть их в тексте, обращаться к ним напрямую, обращаться к ним на вы, разговаривать с ними, видеть их проблемы, их задачи, предлагать им их решения и помещать их в свой текст так же, как вы помещаете там драконов, кащеев и прочих страшных монстров, которых для них будете героически преодолевать. На самом деле, это невероятно вдохновляющий процесс, невероятно драйвовый, интересный, энергичный. И одна из потрясающих вещей про истории, что вместо того, чтобы разряжать вас и утомлять, ну вот у меня лента пишет, я ненавижу продающие тексты, я ненавижу писать продающие тексты. Когда вы пишете истории, вы не разряжаетесь и никого не ненавидите. Вы на пике своей энергии, драйва, и вы можете этим делиться. И когда вы можете щедро делиться и щедро приглашаете людей в пространство вашего текста, то, собственно, они хотят с вами работать, они хотят с вами сотрудничать, им с вами тоже интересно, и мне кажется, это самое лучшее, что вы можете достичь с помощью текстов и с помощью историй. Я очень надеюсь, что для вас истории по плану, с опорой на сюжеты, неважно по какому из источников, какой вы выберете, станут большой ресурсной поддержкой. Не просто поводом поговорить с вашей аудиторией, поводом дополнительно что-то продать, но и еще огромной ресурсной поддержкой для вас, потому что это очень вдохновляющий процесс создания истории. Спасибо вам большое за ваше время. Я думаю, что мы можем заканчивать. И спасибо. Если есть вопросы, я буду рада на них ответить. Меня найти очень просто, забив, собственно, богданова.ру в поиск или школа контента, в поисковик Майя Богданова, школа контента, школа контента, Майя Богданова. Собственно, вот, очень просто. Я есть в Фейсбуке, я есть в Инстаграме, и там и там можно на меня подписываться, и я буду рада, и практически каждый день я пишу что-нибудь про текстики. Вот сегодня написала пост про продающие тексты, приходить и спорить или соглашаться, или обсуждать. Я буду очень рада. Спасибо. Хорошего дня всем и отличных историй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok